Борьба с Россией на внутреннем для нас фронте, а это СМИ, НКО, разные программы и гранты, обойдется в этом году американским налогоплательщикам почти 800 миллионов долларов. Это больше, чем Трамп потратил на собственные выборы. Впрочем, как такое вмешательство объяснить обычному американцу? Они же святые, которые никогда не лезут в чужую жизнь, тем более в нашу. Просто никогда и не ни. И Наталья Бондурина подтвердит, что и вспомнить нечего. А вы действительно верите, что папа может выиграть? Да, безусловно. Только дайте нам возможность сделать нашу работу. Это фрагмент художественного фильма. В русском переводе «Проект Ельцин», снят американским режиссером Роджером Споттисвудом. Вышел на экраны в 2003 году. Сюжет, как утверждают авторы, основан на реальных событиях. Повествуют о том, как группа политтехнологов из Штатов руководила предвыборной компанией Бориса Ельцина в 1996 году. Главные герои разъезжают по Москве, охотно рассуждают о том, как скоро взойдут брошенные ими семена американской демократии. Как благодаря им можно будет приручить немытую Россию. Уезжают, понятно, с победой. В реальности своего влияния на выборы в России заокеанские идеологи тоже не скрывали. Тому подтверждение обложка журнала «Тайм» 20-летней давности с карикатурой на российского президента. Ниже подпись «Янки на помощь». У нас в 90-е годы в редком министерстве, в соседнем с министром кабинете, не сидел какой-нибудь американский консультант. Вот их такими целеустремленными усилиями, консультациями наша экономика была уполовинена. Тогда, 20 лет назад, казалось, что Россия стала экспериментальной площадкой. Все дозволено, все безнаказано в любой сфере. И к этому на Западе быстро привыкли. Дошло до того, что нашу историю переписывали в наших же учебниках. Большинство пособий тогда выпускались на деньги Джорджа Сороса. Оккупация умов шла прямо со школьной парты. Страну переполняли различного рода некоммерческие организации. Псевдоблаготворительные фонды и новоиспеченные исследовательские институты, финансирование которых шло с Запада. Цели казались благими, но если покопаться... Экологические организации могут оказывать непосредственное политическое давление на какие-то процессы. И они, в общем, знакомятся с серьезными документами. И не редки случаи, когда члены экологических организаций подозревались в реальном шпионаже. 20 лет спустя изменилось все от слова «совсем». Россия уже давно не территория американской интервенции. Большинство НКО, которые вели, по сути, подрывную деятельность, объявлены иностранными агентами. А фонд Сороса – нежелательный в России организации. Но могущественный финансист не сдается и тешит себя надеждой. Финансирование организаций, нацеленных на смену власти, в нашей стране никто и не думал прекращать. В докладе фонда 2015 года сказано – демократические правительства и НКО должны больше инвестировать во внешнюю пропаганду. Иными словами, стабильно и много платить подконтрольным СМИ. И на это средства действительно не жалеют. Логика простая – везде получалось, Грузия, Украина и так далее. Значит, шансы есть. Насколько я знаю, на той же предмайданной публикации, вообще работают на Украине, там составило практически более 200 миллионов долларов было влито денег. У нас похожая ситуация в стране, только вливается еще больше. Это неприступная крепость – центральный офис американской радиостанции «Свобода» в Праге. Здесь есть специальный отдел со своими радио- и телевизионной редакцией, которые под нужным углом рассказывают о тех или иных важных событиях. Например, на Украине. Нашему корреспонденту, которому под видом устройства на работу удалось проникнуть на территорию охраняемого спецслужбами объекта, недолго думая, предложили сделку. По российской аккредитации привозить материалы, которые здесь будут трактовать на свое усмотрение. Точнее, на усмотрение заказчиков – неких частных лиц из Конгресса США. Главная ценность «Радио Свобода» вовсе не журналистика. Эта медиа кишит агентами американских спецслужб и здесь, в Праге, они просто легализуют свою работу под прикрытием СМИ. В Чехии у ЦРУ очень хорошая логистика и, опять же, относительно недалеко к российским границам. Пожалуйста, с организатором поговорить. Пожалуйста. Вы мне выпихиваете? Да, выпихиваю. А вот так встречали нашу съемочную группу на форуме «Свободная Россия», который проходил в Вильнюсе. Собравшиеся и особо приближенные к долларовой кормушке всерьез обсуждали кадровый резерв для будущей революции в России. И предлагали участникам пройти стажировку в западных университетах, в том числе тех, которые финансируются все тем же Соросом. Делегаты активно морщили лоб и рассуждали о том, как все хорошо заживут, когда, например, Петербург и его окрестности отойдут к Евросоюзу. Сибирь и Дальний Восток под протекторат Китая. Так в столице Большой Литвы делили земли маленькой России. А еще предлагали Центр избирком отдать ведение ПАСЕ, а Конституционный суд заменить на Гаагский трибунал. Разделяй властвую одним словом, но там все это называли модным словом аутсорсинг. Можно какие-то части государственного аппарата отдать на аутсорс на какое-то время. Это мне никогда раньше не было, это очень интересно. В качестве последнего удачного примера все та же Украина, где, по мнению делегатов, вот уже действительно полноценное внешнее управление США. Передать в управление будто навязчивая идея. Так бывший катаржанин и олигарх, а на ней человек с неограниченной фантазией, Михаил Ходорковский не жалеет средств на Центр, проекты, публикации, которые вызовут недовольство российских властей. Его детище, открытые медиа, готовятся как новое оружие в несистемной оппозиции. И снова благие цели спасти Россию, говорить некую специальную правду, проводить вроде как честные расследования коррупции, только, как выясняется, у открытых медиа есть закрытые темы. Направил заявку. Хочу провести с журналисткой. Они мне спрашивают, какая у вас тема? Это от структуры Ходорковского, открытая Россия. Я им пишу список расследования убийства мэра Нефтьюганского, компанией Юкос. Такая минутная пауза. Спасибо, мы учтем. С тех пор ни слуху, ни духу. Известные приемы, стандартные уловки. К счастью, сейчас есть качественные ресурсы, способные разоблачать фейки на русском языке, да и сами люди уже в состоянии отличить правду от лжи и делать выводы. Россия достаточно самостоятельна и уверена в себе и устойчива. Устойчива, прежде всего, политически для подобного влияния. Поэтому СОРОС, СНН, Би-Би-Си – это все такие факторы, которые караван идет, а собака, в общем, может лаять дальше. Предшественник Трампа, казалось бы, все сделал для того, чтобы в обойме оружия под названием антироссийская пропаганда, официальная версия поддержка демократических и гражданских организаций в России, не заканчивались патроны. По крайней мере, деньги на это не заканчиваются точно. Только забыли, что в этой войне побеждают не деньги, а тот, на чьей стороне правда. И это самое сильное оружие. Наталья Бандурина, Анна Мазанова, Екатерина Лютина, 5 канал.